В первой гагаринской площадке Байконурок МКС стартовала юбилейная 50-я экспедиция. Последние часы накануне старта. Для командира экипажа Олега Новицкого этот полет второй. Мысли только о предстоящей экспедиции. Ты как хороший боевой конец, бьешь копытом, надо в полет, надо в полет, надо в полет. Бортинженер экипажа, французский астронавт Тома Песке, почти национальный герой. Хотя для него это первый старт, но он десятый астронавт Франции. 50 лет назад, вы знаете, по поводу кооперации между нами, значит, что это очень важно. И последний раз это был мой полет, 15 лет назад, и сейчас Тома. И все хорошо, есть такие отношения с космонавтом, что это прекрасно. И у нас есть важная работа делать вместе. И я уверена, что, что касается МКС, это, как сказать, дипломатический прибор для нас всех. И это прекрасно. Клади Ньерре – известный европейский политик, но самое главное, первая и пока единственная женщина-астронавт Франции. За ее хрупкими плечами две экспедиции. Первая на станцию «Мир» в сентябре 1996-го с российскими космонавтами Валерием Корзуном и Александром Калерием. Клади прилетела на Байконур, чтобы поддержать своего молодого коллегу Тома Песке. Да, разумеется, мы встречались с Тома во время его предстартовой подготовки. И у нас была возможность рассказать и передать о традициях. И это очень важно, что у него есть возможность пройти все эти этапы подготовки и оказаться здесь, на Байконуре, соблюсти все эти традиции перед тем, как сказать, что я готов. Российско-французское сотрудничество в космосе началось 40 лет назад. Тогда по программе «Интеркосмос» или, как называли ее в секретных документах, «Проект И», на орбиту полетели космонавты из дружественных Советскому Союзу стран. Так в 1982-м на советскую станцию «Салют-7» отправился и первый французский астронавт Жан-Лук Реттиен. Мы тут вспоминали как раз на этой площадке с этого старта. Примерно в это же время, в конце ноября, мы полетели на корабле «Союз» вместе с Жан-Лук Реттиеном. И такое сотрудничество было очень много. Еще много французов летало вместе с нами. И Мишель Тонини был в космосе, и Жан-Пьер Энерре, и другие космонавты. Поэтому сотрудничество идет уже много лет, очень плодотворное. И я думаю, Тома достойно продолжит эту традицию. Для Пегги Уитсон, второго бортинженера «Союза», этот полет – третий. Пегги не только самый опытный член экипажа, но и рекордсмен среди женщин-астронавтов. Летала и на шаттле, и на «Союзе». В сумме провела в космосе 377 суток. А в открытом космосе работала дольше всех американцев – почти 40 часов. Во-первых, она очень хороший профессионал, действительно. И очень хороший человек. Эксперименты, конечно, не будут свои, но мы очень много времени будем проводить все равно вместе. Это как аксиома. Поэтому я очень рад, что именно экипаж составлен таким образом, что у него пали и Тома, и Пегги, и я. Мне в этом плане очень повезло. Впереди у экипажа полгода работы. На российском сегменте станции Олег присоединится к Сергею Рыжикову и Андрею Борисенко. Им предстоит немало научных экспериментов, в том числе и по медицине. И, конечно, контроль за своим здоровьем. Это часть работы, правильно? Если сказать, ну, с другой стороны, не то, что не нравится, неудобно бегать с датчиками. Мы понимаем, что это часть какой-то программы научной, какой-то эксперименты, что специалистам очень важны эти данные. Ну, приходится как-то наступать себе немножко на горло и, конечно, помогать им в этом. Запуск корабля «Союз МС-3» завершил пилотируемую программу 2016 года – 55-летие первого полета человека в космос. Возможно, поэтому среди провожавших было много известных людей. Для народного артиста России Евгения Миронова поездка на космодром стала знаковым подарком грядущему юбилею артиста. Я должен был побывать на месте, откуда герои, титаны, великаны вышли, немыслимые, которые прославили нашу страну на весь мир. Во-вторых, я играл недавно космонавта. И, честно говоря, я подумал, надо было мне сюда приехать до того, как я начал сниматься. Потому что тот трепет, который здесь ощущаешь, он ни с чем не сравним. Это касается и того, что я вижу место, где работал Королев, или откуда вышел, по какой тропинке шел, на какой лавочке сел Гагарин или Леонов. Ну и сегодняшние ощущения этих ребят. Будущий год станет не менее значимым для нашей космонавтики. В октябре 2017-го – 60 лет начала космической эры. Продолжение следует...